Ты знаешь, я вот, готовясь к нашему интервью, открываю новость от 2021 года и читаю следующее. Дойчевелли пишет. Пассе наложила санкции на украинского парламентария Алексея Гончаренко за то, что он, цитата, запятнал имидж ассамблеи и, цитата, навредил репутации главы российской делегации Петра Толстого. Но вот сейчас это, знаешь, как новости из какой-то параллельной вселенной, из параллельной реальности, которые, если честно, очень ярко характеризуют вот то, как Запад раньше, Европа в том числе, относилась к России, насколько они не понимали, что же такое есть Путин, его фашистский российский режим, который он построил. И как они пытались вот толерантно как-то выстроить отношения. То есть при том, что в Украине уже какой год, с 2014 года шла война. Скажи, пожалуйста, а вот если даже вот сейчас чуть-чуть отматывать, это же было, ну буквально, да, перед нападением фактически их широкомасштаб. Это было полтора года назад, да. А что там, а что тогда вот случилось, что тебя, получается, санкционировало ПАСЭ, то есть европейские твои коллеги, за то, что ты что-то не то сказал представителю русской делегации? Ну, он не просто представитель, он глава делегации был, да, российской. И, ну, про кто такой Петр Толстой, я думаю, комментировать не надо. Это там украинофоп, антисемит, ну, просто там подонок, редчайшей масти. Собственно говоря, что я ему и сказал в лицо, не стесняясь, я там выступал и сказал, что может там где-то он и Петр Толстой, а для нас, для всех он простой. И, ну, мне казалось, что оно тут как бы придраться сложно с точки зрения формальной, вот. Но он написал на меня жалобу целую большую и регламентный комитет ПАСЭ ее рассматривал и вынес тогда решение. Действительно наложил на меня санкции, лишил меня слова на одну сессию ПАСЭ. Я был лишен слова, было это лето 21-го года. Действительно, это все было за полгода до вторжения. Ну, какое-то полное безумие. Сейчас те люди, которые тогда, ну, там тоже, на самом деле, у них там буквально с перевесом в один голос, они там проголосовали. При том, что там Россия очень старалась. Я думаю, что во всех смыслах старалась. Там им было принципиально важно, значит, это решение достигнуть. Ну, и сейчас те люди, которые тогда голосовали, против меня там извиняются. Один из них это президент ПАСЭ Тини Кокс, которого сейчас там переизбрали. Юрий, надо отдать должное. После российского вторжения, ну, занял очень такую, ну, вообще без вопросов, нет вопросов к его позиции. Помогал активно, помогал выкинуть Россию из Совета Европы. Ну, и я хочу тебе напомнить, что, собственно говоря, Совет Европы – это единственная международная организация, которую выкинули, из которой, вернее, выкинули Россию после вторжения. Вот при всех наших к ней там, да, и сколько там действительно Россия прикладывала силы, возвращали ее без санкций. Вот то, что ты сейчас вспомнила. Но, в конце концов, наша борьба там вся не прошла даром. И Россию оттуда выкинули. Это на сегодняшний день, это прецедент. Ну, и сейчас ПАСЭ принимает очень серьезные резолюции. Вот буквально на этой неделе же была январская сессия, где мы приняли очень серьезную резолюцию по трибуналу против Путина и Лукашенко. Ну, и не только это. Поэтому результат есть. Но, действительно, еще в 2021 году европейцы хотели заигрывать с Россией, хотели бизнес as usual с Россией. Много чего они хотели делать с Россией. Вот, а скажи, из самых ярких таких реакций или прозрений, которые были, которые вот ты лично слышал или прям с тобой говорили, вот среди твоих европейских коллег, вот если так можно что-то выделить, вот что они говорили и думали тогда, и что сейчас они реально думают о России и о Путине? Ну, я могу сказать, что прямо подходи, ну, особенно когда на первой сессии, которая была в марте, мы включались онлайн. Я на тот момент был там в Тиробароне, и я поехала тогда в Страсбург, только женская часть нашей делегации, вот, ну, они рассказывали, как к ним там подходили. Но уже когда вот в конце апреля я первый раз выехал за рубеж и приехал в ПАСЭ, то могу сказать, что подходили люди, и там некоторые со слезами на глазах извинялись. Говорили, что они думали, что мы сумасшедшие, вот, что вот мы это все рассказываем, что это просто вот такая мы, у нас какая-то там иррациональная нелюбовь к России, и мы, значит, вот мы неправы, и такого быть не может, и войны быть не может. Ну, просто мы, к сожалению, все это говорили там из сессии в сессию, из года в год, к чему на самом деле Путин ведет мир, и что он готов воевать и вернуть войну, что это Гитлер 21 века. Это все их тогда шокировало, сейчас они это все понимают. Нет, однозначно, я думаю, даже как правильно сказать, есть люди, которые действительно искренне шокированы, их большинство, и они занимают жестко там антироссийскую позицию. Есть люди, я думаю, которые были вообще российскими агентами, но сейчас предпочитают просто натянуть на голову одеяло, и, ну, понимают, что тут плевать против ветра невозможно, и они просто молчат, и даже, может, чуть-чуть и подыгрывают где-то. Но на самом деле камень за пазухой все равно держат. Такие тоже там есть, и в этом нет сомнений. И все равно прорываются там голоса, надо понимать, вот даже на последних дебатах были опять те, кто цитировали статью Киссинджера, кто говорил, как нам нужен мир, вот эти все голуби мира, у которых как-то отблескивают такие погоны ФСБ на плечах, вот они тоже есть там, но просто, к счастью, сегодня они не играют большину, не играют существенной роли. И знаешь, о настроениях в ПАСЭ, а это такой срез в целом европейских политических элит, говорит результат голосования по трибуналу, вот эта вторая резолюция, которую я уже вспоминал. Ну, дело в том, что она была принята единогласно, то есть не нашлось ни одного депутата в парламентской ассамблеи Совета Европы, в которую, я напомню, ходят такие страны, как Армения, которая официально числится союзником России по ДКБ. Да, мы видим, что Армения там явно дрейфует от, и там говорить, что, ну, в общем, очевидно, что там Армения совсем неудобно. Но они обиделись на Путина, они поняли, что защищать Путин ни в кого нет. Их не собирается, да. Но все равно, пока они формально его военный союзник. Сербия, которая не хочет вводить санкции против России, заигрывает. Венгрия, где Орбан, он опять сегодня последние новости, опять там наговорил много чего. Турция, в которой тоже мы видим, что Эрдоган занимает позицию такую двойственную. Но, несмотря на наличие всех этих стран, не нашлось ни одного депутата, который бы проголосовал против этой резолюции. Да, часть из них просто не голосовала. Они вышли, вытащили карточки. Но, то есть, это показывает мейнстрим. Они очень чувствуют мейнстрим. Мейнстрим, конечно, однозначно проукраинский, антироссийский. Леша, я хочу с тобой обсудить вот очень важный, на мой взгляд, вопрос, в котором ты явно разбираешься, потому что ты общаешься с европейцами, причем разного уровня, из разных стран. И ты слышишь это все из первых уст. Вот смотри, я со многими экспертами в эфире об этом говорила. Что такое победа для Украины, мы понимаем хорошо. То есть, у нас даже разногласий нет ни между нашей властью, ни между нашим народом. А это залог, собственно говоря, нашей победы. То есть, понятно, что нам нужно выйти на рубежи 91-го года. Понятно, что нам нужны репарации. Понятно, что нам нужны гарантии безопасности в виде блока НАТО. А теперь самое основное. Чтобы это все состоялось и было в длинной перспективе, а не мирно, а год или на два, а потом все по новой. Нам нужно, чтобы наша победа включала в себя демилитаризацию, деноцификацию и деимпериализацию России. То есть, вот ровно то, что Путин заявлял, когда он объявлял спецоперацию, так называемую, против нас 23-го числа по Украине, вот это он должен получить, его страна. Причем демилитаризация – это важнейшая история, потому что она должна включать денуклеизацию. То есть, у России нужно забирать ядерное оружие. В Украине по этому плану, опять же, ну я не слышу разногласий, мне кажется, это вот прям, знаешь, все даже кто там налево-направо, но все это понимают и все с этим согласны. Что думает на этот счет Запад с точки зрения того, что, ну мы понимаем, могут быть разные голоса, тем не менее, чтобы этот план осуществить именно в контексте России. Для этого нужно, чтобы Запад уже сейчас готовил это. И вот здесь самое интересное, а каким же образом может происходить процесс вот этой демилитаризации и денуклеизации? Каким же образом, как, у кого, кто в это время должен руководить Россией, гражданская война, не гражданская война, переходное правительство, или они еще кто-то надеются, что они с Путиным это будут делать. Как у них забирать ядерное оружие? Потому что тут же Алексей Арестович мне говорит, что он считает, что это должно происходить тогда, когда у России будет жопа в экономике, ну вот как 90-е, да? Когда, условно говоря, ножки Буша за ядерное оружие, когда они сами уже практически будут готовы отдать. Я не знаю, насколько это вероятно, потому что мне кажется, что здесь должен быть какой-то вариант силы в том числе, да? Вот что ты думаешь и что в итоге вот реально на сейчас в этом смысле Запад понимает? Ну, Олесь, с одной стороны, ты задала очень хорошие вопросы, очень правильные, с другой стороны, он, безусловно, очень сложный. И на самом деле, простой ответ тебе такой, что никто не знает, как это должно произойти, и вообще как это произойдет. На сегодняшний день четкого ответа, конечно, ни у кого в мире нет. Но действительно, я вот вижу это, и не только речь идет о Европе, а в том числе и о Соединенных Штатах Америки, что, да, и как я уже сказал, мейнстрим, Украина должна победить, то есть в этом нет сомнений. Но при этом очень многие боятся проигрыша России. Вот одновременно в их голове живут вот эти две идеи. Да, конечно, Украина должна победить, международное право должно быть восстановлено, а значит границы, 91-й год и так далее. Но одновременно у них в голове, ну, как-то это надо так, чтобы не произошло там вот такой коллапс России, и развал России, они этого реально боятся, многие. И, ну, причины у них для этого, нельзя сказать, что у них их нет. Причины есть, потому что, а кто будет контролировать оружие массового поражения? Это не только ядерное оружие, бактериологическое оружие, химическое оружие, там огромные его запасы, арсеналы. Кто будет его контролировать? Что будет происходить на Северном Кавказе? Не превратится ли он в базу для исламского фундаментализма? Что будет происходить в Дальний Восток, Восточная Сибирь? Не зайдет ли туда Китай, который, напомню тебе, прямо сказано в стратегических документах НАТО и США, что Россия – это непосредственная угроза, но главная угроза – это Китай. Они так формулируют, значит, проблемы, которые перед ними стоят. Поэтому, исходя из вот этих факторов, конечно, их понять можно. Но вот мы им и стараемся объяснить, что вы можете этого бояться, но Путин ведет Россию коллапсом. Вот мне очень смешно слышать Путина, который опять перед Новым Годом там выступал и рассказывал, как Запад, значит, хочет Россию растащить на кусочки. Это такое… Это все с точностью наоборот, как все, что Путин говорит. Как раз Запад очень этого не хочет, а ведет к этому сам, собственно говоря, сам Путин. И поэтому я им говорю, вы должны выстраивать политику, вы должны ее проговаривать, вы должны ее готовить. А что делать? Ну вот завтра проигрыш, что-то происходит в Москве, начинаются какие-то там, не знаю, там попытки, бунты, перевороты, хаос. Что вы делаете? Вот это должно быть подготовлено. Насколько я знаю, наконец-то в таких вот, скажем, в центрах принятия решений, в стратегических таких центрах, в центрах Think Tank, аналитических центрах об этом начали говорить. Не так давно, потому что прямо им даже чуть страшно об этом говорить. Они вот прям не хотят, им тяжело, но они начали об этом говорить, потому что, ну, сложно, собственно говоря, спорить с реальностью, что такой вариант не исключен, как минимум. И они начинают об этом думать. Но это большая проблема, и это проблема вот здесь. в голове. Это то, что Киссинджер сделал, вот статья Spectator, его декабрьская, по-моему, где он говорит, да, он тоже прошел большой путь, Киссинджер, от того, что какова Украина-НАТО, до того, что он уже на Давосе вот там говорил, что да, это, наверное, единственный правильный путь. Но при этом, Киссинджер говорит в своей статье, что да, Россия зло, но это неотъемлемая часть мирового баланса. Мне иногда кажется, я с ними разговариваю, что такое ощущение, знаешь, вот что я скажу, у нас сейчас там январь, а вот там после него будет март. А они такие, а февраль? А как февраль? Когда им говоришь, что вот Российская империя распадется, что это последняя колониальная империя в Европе, что, собственно говоря, исторический процесс, они не смогут его остановить, и они обречены. Вопрос только о сроке, когда это произойдет. Но это многих из них повергает шок. Одна из причин этого, это такая глубинная проблема, но одна из причин, я считаю, вообще в университетах. Вот если ты возьмешь ведущие западные университеты, то ты увидишь, что на студиях Восточной Европы это все про Россию, в Гарварде, в Йелле. Вот сейчас появляются курсы истории Украины, и тогда в Принстоне, в Пенсилвене, и в Дартмуте, и так далее, и так далее. А вообще, десятилетиями, то есть, восточно-любые, восточно-европейские студии, это русский язык, русская культура, это история России, история Российской империи. И это все сформировало в них некое такое вот, да, понимание, да, зло, вот точно, вот его Киссинджер прямо вот тут, прямо изложил, идеально точно. Да, зло, вопросов нет. Но это какое-то зло, которое было, которое есть, и которое будет. Но от нам, как украинцам, мы не можем с этим смириться, потому что мы понимаем, что пока это действительно Российская империя жива, нам постоянно будет оттуда идти угроза, и это, ну, это реальность. Блумберг написал, что Путин готовит новое наступление в феврале или марте. Ну, многие, в принципе, об этом говорят, и говорят о том, что наступление может быть сразу с нескольких направлений. все время говорят о том, что возможно задействование и Беларуси уже такое полномасштабное. Скажи, пожалуйста, вот если анализировать ситуацию внутри России, то есть ситуацию с их мобиками, с их обеспечением, с их военпромом, с тем, что у них по ракетам есть, по технике, по танкам, и так далее, и так далее. Как ты это видишь? То есть реально нам ждать наступление и в каких масштабах? Или у них нет, как некоторые говорят, уже достаточной сил, чтобы мобилизовать 500 тысяч, например, сразу и их послать в бой? Олеся, ну, я вот сразу здесь сделаю сноску. Я не военный эксперт, я все-таки политик, и поэтому я дам свою оценку такую политическую, геополитическую. Конечно, я об этом много думаю, читаю, смотрю, общаюсь, и общение там, стараюсь разговаривать с людьми, которые реально, и National Security Council, то есть Соединенных Штатов Америки, и те люди, которые принимают решения в Великобритании и так далее. Ну, во-первых, я хочу сказать, мне кажется, что мы в Украине чуть-чуть заигрались в шапкозакидательство. У нас есть такая история, вот эти 2-3 недели, ставшие уже знаменитыми, что у нас тут все закончится за 2-3 недели, потом вот это безостановочно, когда я слышу очередной наш чиновник говорить, ну все, вот теперь ракет у них осталось на один зал. Я не понимаю на основании, чего он это говорит. И это, мне кажется, дает ложные сигналы людям. Украинцы, люди, уже мы столько пережили, ну так, объективно говоря, вот за последние, там, 10 лет, что, ну мы, наверное, самые взрослые в этом мире. Ну вот реально. Не потому, что мы самые лучшие, самые умные, а потому, а потому, что мы так пережили много, у нас такой опыт, что нам не нужно рассказывать, мы не дети, мы не в детском саду, нам не нужно рассказывать эти сказки, про то, что вот там, значит, все ракеты кончились, и все кончилось, и сейчас там все, они уже все побегут назад. Мы имеем дело с серьезным врагом, со страной, с огромным человеческим ресурсом, со страной, в которой, давай тоже скажем об этом, весь мир переоценивал военные силы России, но при этом, мне кажется, весь мир недооценивал реваншизм и милитаризм российского общества. Потому что, ну вот, я не знаю, как ты, я ждал другого. Да. Я достаточно, я достаточно трезво смотрел на это общество, понимал, что это не Путина, проблема не только Путина, проблема российского общества, но я не понимал, до какой глубокой степени, во-первых, он его контролирует, во-вторых, насколько они плевать хотели на человеческую жизнь, что она для них не имеет, на самом деле, для масс, для миллионов, десятков миллионов людей, не имеет там практически никакой ценности. Вообще-то такой кризис гуманизма, конечно, колоссальный. И мы это все недооценивали, и мир это недооценивал. И это нужно сегодня сказать.